друзья всем здрасте с вами алекс вы на канале не тормози light приехал в сервис max motors для того чтобы поменять задние полуоси на усиленные поменять передний шрус сломанный на не сломанный и поставить 18 колеса на лето так как грязечка у нас подсохла будет у меня вот такой комплексе колес обычная шоссеечка 18 размера вот задние полуоси у нас будут усиленные фирмы вал racing предоставила нам их компания 4 на 4 спорт сейчас мы будем разбираться услышим так скажем рекомендации андрея на тему и рассказ что же это такое более подробно ссылки на компанию 4 на 4 спорт конечно же будут под роликом погнали эти колеса кстати говоря весят порядка 30 килограмм зато теперь у меня опять появится третья пониженная при езде по горку раньше и не было с этими вполне возможно и четвертая сохранилась паркноточка ну сохраняю чик так это заводские полуоси они обычные стандартные это штатные частности так дальше пойдем забекем вал racing доску посмотрим что она из себя представляет очищаем удаляемся остатки прокладок чтобы ничего не попало под новую прокладку так новый комплект у нас вот так усилены полуось у них отдельно идут заглушки грибки отдельно полуось здесь там бы штамповка должна быть данными штамповка качество заметно лучше чем у штатных на вид определенная такая на глазика заглушки нормальный кстати на вид такие у меня их правда не видно будет штампами падать под литьем снаружи нормально выглядит не так но тут на самом деле шлиц мелкий обычная заглушка то не подойдет обычно не подойдет потому что здесь обычный крупный шлиц вот такого чего это сделано не знаешь да чтобы тут заглушки скорее все тоже из какой-то своей стали сделаны определенной я думаю дело для того чтобы люди штатные заглушки потому что на самом деле дело в том что если заглушка будет плохого качества и можно сломать пловь повредить то есть здесь и расшатаются выговоря в процессе эксплуатации и насчет ее сломать я думаю сделан для этого и плюс мелкий шлиц он как бы вот когда крошат более как бы стойкий чем крупный а тут какие-то стопорные что я слышал под стопор сделано я там есть комплект на ней вообще на самом деле да просто не ставится и сюда и туда чтобы ну все заглушки стоял чтобы она не слетала и за счет получается и у тебя уже она за счет круглая потому что здесь получается стопорные кольца для чего если у нас обычный кольца она фиксируется болтами и она стоит в одном месте правильно то это у нас как бы ну у нас края что то есть с той стороны они как бы не ограничены и она может такие движения делать в восток внутри правлю а так она у меня стопорными вот опять в лес дать все соответственно в комплекте соответственно прохладки конечно спасибо упаковщику на заводе что он так аккуратно и сложил короче все есть нирваны как покладки бумажные обычные это ну именно нирваны сейчас посмотрим в данном случае кольца у нас два фиксируются значит они с одной стороны так серым герметиком смогу заглушку ну чтобы прокладка прилипла чтобы поставить на фиксируется зафиксировался Пусть хопы не подходят по длине. Бывают такие случаи, что что-то там дефектное, что не вставляется? Слушай, да нет, такого не было. Никогда. Обычно все ровно. Там же как бы господин. Делают все четко. Бывали хопы китайские привозимые. Дырки не подходят. Я сейчас болты выкручиваю. Три дырки совпадают. Это бывает. А с заводскими деталями такого нет. Все четко. Все, короче, неправильно делаем. Сначала ставили обычные полуосистые. Такие колеса. Поставили усиленные. Шоссейку поставили. Все как по-русски делается. Такой вот теперь будет УАЗик в ближайшие два месяца. Они пролетят быстро. Вот волстой размер, по идее, колеса. Одинственное, когда я зимний брал, я искал, что чуть побольше будет. Кстати, кто не в курсе, это болты для спрессовки полуоси. То есть, ну, эти дырочки. Здесь резьба. По идее, вкручиваешь и полос из себя выходит. Ну, сделано, да. Ну, здесь можно так. Проще просто это делать. Ну, это у нас новая. Чего тут не развалилась? Вообще новая. Берем обратно. Ей как бы пару дней. Дай ее протрем, дадим обратно, скажем, не подошла. Скажем, мы купили, у нас Нива оказалась. Не на ту машину взяли. Так, а усиленные еще раз они из пружинной, получается, стали и они смягчают момент резкого удара. До каких они, теоретически, колеса этот усиленный? Слушай, ну, вообще нам на всех парадах, насколько регламент завода позволяет, да, на данной модели у вас сеять. Ну, как бы, если честно, можно и на штатах сломать, зависит от мастерства, зависит от таланта. Так, а вообще, я думаю, до 35-х колес они должны держать, но это патриот, как бы, да, я не знаю, здесь они просто длиннее, эти мосты же они длиннее, чем те же самые спасера, те же самые тимпины, военники, у них там вообще короткие полосы. То есть, получается, чем фаха длиннее, тем, соответственно, проще ее сломать. Ну, смысл такой вот, получается. Не знаю, в виде, я думаю, вообще гарантированно до 33-х колес будут держать, это вот, ну, гарантированно вообще. Знаешь, уже... Ну, здесь теперь, я говорю, есть вероятность, что чем-то, допустим, в раздатке порвет, потому что оно полусусиленное. Ну, в раздатке, ну, может, да, что-нибудь хрустнуть, как вариант. А вот эти раздатки корейские, они вообще ремонтопригодные, там, что-то у них? Ну, вообще, да, вообще, есть, что-то есть. Дорого стоит? Ну, что-то цепь в раздатку стоит, по-моему, в районе 8 тысяч. Плюс там еще у тебя долго. Ну, тоже, то есть, если, грубо говоря, выбирать 2 недели пешком или 8 тысяч за цепь, ну, 8 тысяч, грубо говоря, и так купить, то, ну, в моем, допустим, случае, проще купить. Я 2 недели без машин не знаю, что делать бы. У меня блок закроется, люди все отпишутся, работа кончится. На Окея 2 недели не смогу ездить. Слушай, ну, на самом деле, ты знаешь, что? Есть такая тема, я как бы делал, ну, именно на этих фронтатах я не делал, как бы, да, делал на... На L200 делал, на Mitsubishi делал. У них проблема какая? Вытягивается цепь, начинает перескакивать. Как бы, лечится как? Заметно, да, соответственно. Просто, ну, на наш, на потерёточку пошёл купил, а с Mitsubishi уже, как бы, там, проблематичнее. Там и купить её сложновато, и деньги там стоят нормально, короче. То есть, я выходил как из этого момента? Я колхозил башмар. Делал внутри раздатки натяжитель из капролона, из материала. То есть, там, ставил, свелил дырки, подтачивал его. Просто другие гемороиды, но надёжные. То есть, как вариант, я ещё просто, на самом деле, они пока, ну, довольно-таки новые машины. Ещё пока они выше честь на гарантии. Ну, я в плане раздатки, да? Ещё никто не обращался с этим вопросом ко мне. Я думаю, в процессе что-нибудь придумаем такое. Интересно. Ещё в моторе же, да, у них цепь это разваливается? Да, да. Ну, с моторными цепями там, как бы, решение. Так, но... Сейчас, походу, уже всем переделали. Я не знаю, машин 40, наверное, точно сделали. Какая-то цепь. Пока в трёх, в городе захочется, надо работать. Ну, с приличной проблемой. Так, а масло доливать в мост не надо? Мне несколько раз её вынимали, вставляли. Да нет, надо. Пару капельца. Вообще, не принципиально. А как-то на комфортности езды это отражается? Сам ездил на таких разгруженных вообще? Слушай, ну, ты никак не почувствуешь, сидя в машине это. То есть там мягче трогаться, ничего не будет такого? Нет, ничего не будет. Просто она предотвращает моменты скручивания, да? То есть, как вот получилось со шоком. Надо, кстати, навес сравнивать с этими, со штатами, интересно? Ну, примерно одинаково. Здесь просто материал другой. Здесь даже суть изготовления, как бы, детали другая немножко, чем у штатных. Просто, ну, почему заводы не делают все эти приколюки, да, грубо говоря? Поэтому, ну, потому что дорого это всё выходит. И, грубо говоря, это ты, тот патриот взял, допустим, да, там на Неве. Мы отжигаем, там, госполок. А ведь большая часть людей, они ездят на дачу. Они даже, ну, не знают, где у них пониженная передача. Ну, кстати, ну, кроме шуток, да, и вот приезжают ко мне люди на Неву, да, на темы самых, да, шевролета обычно. Просто ездят в удобство, доезда, выезда и сервиса, да, включая пониженную передачу. Но иногда просто тупо забываю их выключать, да. Люди ездят в день на пониженную, потом звонят, что-то у меня с машиной не так. Я говорю, приезжают, а они пониженную, включенную. Ну, они даже не понимают, как работать раздатка. Поэтому заводу смысла нет, делать всё усиленно и равновесно. Тоже кому как надо, люди строят сами под себя автомобили. Соответственно, магазины все зарабатывают на этом. Все сейчас. Смотри, сколько у меня есть. Да что-то он по компьютеру, кстати, не отличается, но по факту прям трындец различается сильно. То есть вот на экономию ездил, что-то ездил, ездил, вообще что-то не уходил. Сейчас, короче, вот вчера поехал на эту, на косарь заправился, у меня было две палочки. Заправился на тысячу. Вот съездил на полигон, вернулся обратно, бак пустой. На динамичном режиме. Ну, ты по ощущениям скажешь? Ну, что-то как-то поводрее, но сказать, что такого пушечного нету. Ну, блин, ну, это вялый, вялый мотор, как бы, что тебе нужно ждать-то? Стал чуть менее вялым, скажем так. Да он и так ехал, он как бы на второй и так и так ехал. На третью он и так и так не ехал, не поехал. Чуть динамика, конечно, прибавился. Он как-то снизу, да. Полегче трогать сустав. Слушай, а сколько этот чудо-шкук стоит? 15. 15? Ну, она на 5 машин идет. Ее перепрошивать можно. На 5 машин можно 5 раз ее перепрошивать на разные тачки. Ага. Сенсорционирует, что на турбо она в основном идет. Ну, конкретно ощутимо меняет. Цепь на атмосферник там так, 5-7 процентов, ну, как бы, не масштабный. Но в режиме экономии мне показалось, что лучше. Ну что, все, Патриот переобуд на летние 18-е тапочки для того, чтобы ездить по пляжу перед купанием. Установили усиленные полуоси, спереди поменяли шрус. Со временем, я думаю, вперед поставим что-нибудь усиленное. Поезжу, позже оставлю свои впечатления, ощущения о надежности, о том, появились ли какие-то новые способности у автомобиля с установкой данных деталей. С вами был Алекс, канал Не Тормози Лайт. Мы поехали кататься по новым экспедициям, ломать Патриот, чинить Патриот. В общем, еще будет много интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok